Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile Сейчас на часах 4 часа 17 минут, а это говорит о том, что мы будем с вами обсуждать обновление 4.0 И первое, к чему мы перейдем, это к Kombat Pass, к тому самому легендарному Kombat Pass, о котором говорили разработчики И почему я стал разделять ролики на какие-то определенные этапы, а не выкладывать в один видос все Все свое мнение, все очень просто Обновление разработчики назвали глобальным, поэтому мы и глобально к нему будем относиться И первоначально поговорим о Kombat Pass, о Ханзаха Саши, ну и конечно же поиграем за нового персонажа, который прокачался аж до целого первого слияния А может даже прокачаем его сегодня и до второго В общем, давайте переходить в игру, но перед этим вы должны узнать о самом лучшем сайте gamegold.ru по продаже валюты А также посмотреть нарезку со стрима, где происходило нечто нереальное Если вы хотите быстро прокачать свой аккаунт, то вам на помощь приходит сайт gamegold.ru Тебе на аккаунте не хватает алмазных персонажей в игре, сайт gamegold.ru придет тебе навстречу До 20 алмазных персонажей ты можешь спокойно заказать на сайте себе на аккаунт Не хватает валюты, по низким ценам и быстрой доставке до 25 тысяч душ ты можешь заказать на сайте gamegold.ru Если у твоего кореша аккаунт прокачан нежели чем у тебя, то ты можешь заказать аккаунт на сайте gamegold.ru Где у тебя сразу же на аккаунте будет 70 тысяч душ и как минимум 8 алмазных персонажей в коллекции Возможно у тебя нет консоли, но ты хотел всегда заполучить какого-нибудь консольного персонажа То персонаж МК-11 тебе выпадет благодаря связи с консолью и 40 душ соответственно Gamegold.ru, сайт с низкими ценами Там реально разрабы расщедрились У меня это, купился набор и вылетела игра Блин, деньги списались, да А знаешь, заходишь сейчас, а игре такая, типа, ну сорян, по 25 баксов потратил, ну живи теперь с этим А нет А нажми еще раз его купить, он должен по идее, вот нажми еще раз купить, он должен по идее сам по себе открыться А нет, оно и денег просит Блин Что за говно Может оно не купило, типа, странная тема Это даже интересно, на самом деле Зато, знаешь, контент будет своего рода, пишем в техподдержку и жалуемся на то, что Деньги списала Да, деньги списала, деньги списала У тебя прям покупка сделалась и сразу вылетела, да? Ну да, 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 да Короче, ребят, пока не берите Бравл Пасс на всякий случай Бравл Пасс? А то игра вылетать будет и деньги спишутся Ой, блин Купил Бравл Пасс, а он не пришел что делать Порешайте вопросы Ну я как дерево сидеть буду, по факту, знаете Ли, кстати, пять часов у тебя уже стрим идет Не-не-не, я такой сижу, получается, ну, знаешь, это Люди подходит Я такой Режим ждуна, да? Да-да-да-да Я такой Где мой Комбат Пасс? Я за него деньги отдал Где он? Где мой Комбат Пасс? Где мой Комбат Пасс? Это люди подходят, а моя Катя приходит такая Я сижу такой Комбат Пасс, Вадим, Вадим Комбат Пасс, Комбат Пасс, Комбат Пасс Слушай, а че за ладость? Да, деньги снова списались, лол Снова списались Получается, я за Буквально, сколько? За два часа было ими получено Почти тысячу обращений Техподдержку Тысяча обращений В техподдержку Тысяча Это жесть То есть, ни надбор там никакой Просто высветилось сразу Да, оно высветилось сразу и все Но никак не Получить награду нажимаешь Нажимаешь получить награду Тебе выдается Китана Скорпион Скорбная Китана Рука Духа Змеи Кунай Сай Рю Трофеи Битвы Ремонт редкого снаряжения Ремонт эпического снаряжения Новый уровень А, вот Вот эта карта Вознесения и слияния Золотых карт персонажей Ага И кнопка вознесения работает Нажимаем на кнопку вознесения И Соединение такое демонстрируется А, он смотри Поменялся Он светиться начал Ага Это новый ранг А стоп, а сколько у него здоровье было? 91 тысячи было? Блин Сейчас перемотаю назад Да, я еще-то это затупил Не посмотрел сам Было у тебя 65 и 120 тысяч 65 тысяч атака А, 120 тысяч здоровья А, 65 тысяч атака 65-700 У тебя была 65-700 атака А, а здоровье 120 тысяч Сейчас у тебя какие характеристики? Сейчас вознесшийся персонаж Сливается вручную Слияние разблокируется при наборе Из одной дублирующей карты персонажа И одной карты вознесения В вашей коллекции Сейчас 121 тысяча и 66 А, было 65 А, было 65-700 Но оно не сильно много прям увеличило И конечно же, перейдя в игру Первое, что я хотел бы отметить Это то, что у меня премиум плюс Спасибо огромнейшее, конечно же Моя аудитория, которая поставила Очень много лайков И плюс еще Когда я очень-очень сильно Разрочаровался на разработке Из-за того, что они у меня забрали 50 долларов То, конечно же, огромнейшее спасибо МК-тренеру Каналу МК-тренер Который меня поддержал Прям очень-очень сильно поддержал И поддержал деньгами, естественно Что было нереально круто Это было жесть, как эмоционально И я до сих пор нахожусь в неком шоке Мне никогда таких денег не донатили И, естественно, я прям Немножко выпал на тот момент со стрима Андрей сидел такой Смотрел на меня Я сидел такой И ничего не понимал, что происходит И также спасибо огромнейшему Алексею Который также меня немножко подбодрил И такой сказал Типа, открывай еще один боевой пропуск Потому что первый боевой пропуск У меня, как вы сами понимаете Не приобрелся Деньги списала, а пропуска не было А вот второй Купился на ура И, как вы видите, сейчас у меня имеется Премиум плюс Я уже нахожусь на пятнадцатом уровне Я уже забрал две целых карточки Получается Вознесение золотого персонажа Одну я как раз таки использовал Как и карту самого Ханза Хасаши И прокачал Ханза Хасаши До первого слияния Восхождение На самом-то деле Это классно Это круто Та анимация, которая была продемонстрирована Это нечто нереальное Мы с Андрюхой смотрели Мы прям кайфовали от этого момента Потому что все-таки Да, это вроде бы Какая-то странная фигня Здесь очень странные награды Но все-таки Вот эта вот эмоциональная штука Когда ты понимаешь Что у тебя появляется нечто крутое То, что выделяется Среди всего остального Это, конечно же, классно По поводу самого Комбат Пасса Хочу сказать только лишь одно То, что вы получаете даром Тут даже написано Не бесплатно, а даром Якобы вам это даром можно отдать Ну, как-то, знаете, некий плевок Я не знаю Это, возможно, перевод такой Но могли бы как-то более красиво, что ли, написать Даром Забирайте этот хлам себе Типа того что-то И, как вы видите Если мы посмотрим на последнюю награду На сороковом уровне То мы увидим сезон первого боевого пропуска Серебряный значок Типа он не такой броский Типа да, ты прошел эти сорок уровней Но при этом, чтобы пройти этих сорок уровней Тебе пришлось потратить еще целых 3600 душ По-моему 3600 А, нет 4000 душ Сороковой уровень 4000 душ Почему именно 4000 душ На данный момент пока что это неизвестно Но, как вы видите, отборы будут длиться 21 день Получается, каждые 7 дней будут обновляться вот эти вот задания Вот эти вот задания, они будут обновляться И тем самым, после выполнения каждого из этих вот заданий По прохождению 7 дней Они обновляются и вы снова их проходите И таким образом, как вы видите, у меня с покупкой премиума 20 заданий Без покупки премиума 10 заданий Задания обновляются 3 раза Таким образом, умножаем 10 на 3 Получается 30 заданий вы сможете выполнить бесплатно А остальные 10 вам придется докупить за 4000 душ Получается, чтобы прокачаться до сорокового уровня Вам придется еще и потратить души Поэтому, не знаю даже, стоит ли эта игра ради 4000 душ Но, хрен его знает Имеется в виду не сама игра, а именно вот этот вот боевой пропуск Потому что карточка именно вознесения Она находится здесь И еще она находится где-то посерединке Вот, на 15 левеле Как раз таки вы бесплатно можете ее получить Нужно ли вам это, либо не нужно Ну, это вы уже сами решайте Потому что на том же премиуме, либо премиуме плюс Вы получаете все это, просто-напросто проходя вот эти вот задания Так как у вас 20 заданий имеется, умножаем на 3 Все 60 заданий вы можете пройти бесплатно Не потратив ни одной души Это не проблема Но, опять же, премиум плюс Все, что вам дает, это стоимость набора Так-то 20 долларов, боевого пропуска Она вам дает первые 10 ячеек открытых Все Больше ничего Ничего больше вы не получаете Нужны ли вам эти 10 открытых ячеек? Непонятные И поэтому можно захлопнуть премиум плюс И просто посмотреть на премиум, который стоит 10 долларов И при этом вам открываются все 60 уровней Но при этом 10 уровней вам придется уже не за счет игры получить Ну, за 10 баксов имеется в виду А просто-напросто самим пройти Мне кажется, это в разы выгоднее будет И при этом вы не затратитесь особо Ну, вот, например, как я это сделал Это странно очень Это очень странно По поводу персонажа Разобрали немного сам Комбат Пасс По наградам я вам скажу, что там награды не Ахти Та же редкая экипировка Это обычная экипировка Это не экипировка Башни вам выпадать будет Там даже об этом написано Выпадают рубины, души Монеты, по-моему, также выпадают Да, конечно же, помощь в материалах для прохождения режима Выжившие Но это все такое Скуднятина А мы переходим к Скорпиону Ханза Хасаши Здесь все в разы интересней Как вы видите, персонаж сам по себе начинает наконец-таки выделяться Он смотрится в разы круче, нежели чем обычные золотые перцы Это прям вот ярое выделение Он сзади него на фоне Появляется некий огонек Это классно смотрится Я уже представляю какого-нибудь Саб-Зиро классического У которого сзади тоже форма огонька такого, но только синего Появляется Холодка скорее И это выглядеть будет очень и очень круто и презентабельно И даже вот посмотрев на эту карту мы видим то, что все-таки эта карта Она прям очень классная При этом статы увеличиваются не совсем сильно Если вы думаете, что статы тут прям вверх уходят, то нет У моего Саб-Зиро было получается 152 тысячи здоровья и 65 тысяч атака Стало 153 тысячи здоровья и 66 тысяч атака Увеличилось все только на одну тысячу Не так уж, что прямо много Поэтому Я бы не сказал, что этот персонаж прям даст вам дикий буст Чтобы это показать в этом ролике Так и быть я в Вознесении использую Но Как вы видите, можно заполучить 4 карточки Как раз таки Ханза Хасаши И после этого только заюзать одну карточку Вознесения Тем самым полностью, как мы предположили с Андреем на стриме Прокачать персонажа до пятого слияния Максимального слияния При этом затратив только лишь одну карточку Вознесения Работает это таким образом, либо нет Непонятно, но это наше предположение И поэтому не ясно Будет это так работать или не будет Но я нажимаю слить Просто чтобы вы посмотрели на то, как будет работать анимация Сразу же берем и прокачиваем ему одно слияние Вот так вот можно сделать и слить Я не знаю, сделать ли это вам Чтобы вы на анимацию посмотрели Либо я просто вставку вам анимации сделаю Просто я хочу накопить именно 4 карточки Ханза Хасаши И только потом уже заюзать карточку Восхождения Чтобы не тратить их все Она требуется только одна под 4 карты Зачем нам все сразу их тратить Но при этом, как вы видите На одно слияние я его уже могу прокачать И он у меня станет второе слияние Здоровье прибавится на 2000 всего лишь А атака всего лишь на 821 Поэтому я не вижу смысла переживать на тему того Что вот пятое слияние еще сверху Персонаж становится 15 слияния А значит он становится прям дико-дико крутым Это неправда Он становится таким же, каким по факту и был Только с небольшим бустом И возможностью на пятом слиянии наносить бруталити Но на это мы уже посмотрим только тогда Когда я кое-как набью бравл пасс нормальный И получу этого персонажа полностью Все 60 левелов возьму Не знаю, как это сделать, конечно Но будем, понятное дело, стараться Так, я не сюда зашел немного Да, покинуть турнир Я не в турнир хочу В режим выживший Вот у меня фаталочка здесь есть И я собрал такой отряд Скорпион Ханза Хасаша Саб-Зиро Круготени И Саб-Зиро Великий Мастер Все-таки на Саб-Зиро тоже был сделан Довольно огромный акцент Об этом не писали в игре самой Но все-таки вы должны понимать Что у Саб-Зиро того же самого А не у Саб-Зиро Или у Саб-Зиро Стоп, у Саб-Зиро же Появился добивающий удар Да, Круготени появился добивающий удар, по-моему То ли, стоп, я что-то путаю Не у Круготени У какого-то из Саб-Зиро появился добивающий удар Вот такой вот У МК-11, по-моему, Саб-Зиро Так, хорош И мы вот так вот делаем Отлично, в блок уходим Да, у МК-11 Саб-Зиро появился такой добивающий удар Если, как вы видите, здесь он уже был, то на Саб-Зиро МК-11 его не было И поэтому это круто, что он появился Но это мы рассмотрим в каких-то отдельных обновлениях, роликах Потому что, ну, прямо сейчас рассматривать эту тему не стоит Здесь у нас акцент сделан будет только лишь на Ханзаха Саши И мы посмотрим на то, как он смотрится и какие персонажи нам будут выдаваться Кстати, 4 задания выполнены А, ну, скорее всего, это как раз-таки задания за рубины Не стал вам показывать всю эту боевку, решил дойти до 12-го поединка И, в принципе, сыграть здесь Здесь, кстати, нас ожидает довольно серьезный поединок Я поставлю первым Саб-Зиро Великого Мастера Потому что все-таки отряд круга тени Это и в начале боя спецприемов много Это, конечно же, сложно, это непонятно И поэтому лучше всего выбирать довольно эталонных персонажей Которые, хоть и, вот как вы видите, вот так вот сделают Но при этом их привяжут Далее их начнут избивать А, дальше просто-напросто они возьмут и восстановят здоровье Возможно А, возможно, и нет, не знаю А, может быть, я и одного из персонажей потеряю Да кто его знает вообще? Но это не самое главное Мне кажется, самое главное здесь это победа И поэтому 12-й поединок нам главное пройти А если я даже и проиграю этим великолепным персам То, в любом случае, это был шикарный поединок Мы держались как могли И мы практически, мне кажется, затащили Было бы еще немножко у нас, возможно, времени Возможно, мы бы лучше продумали тактику Мы бы сыграли, конечно же, прям в разы лучше Ну а так пока что у меня персонажи, кстати, не появляются Оууу, так-так-так Ну, прям сейчас, скорее всего, меня заморозит И далее я могу выбрать, наконец-таки, эталонного персонажа Ханза Хасаши Того самого Ханза Хасаши, который у меня прям сейчас модный, классный, самый лучший из золота персонаж Вот так вот, кстати, она какая-то жесткая, вы посмотрите на нее Я еле-еле ей здоровье отнимаю, то тысячи, то шестьсот максимум Ну вот, сейчас как-то она получше стала Ладно, ладно Забираю свои слова обратно, притягиваем, хотелось бы сказать, снова персонажа, но не совсем притягиваем Поэтому приходится выбрать Сабыча Хотелось бы напомнить, что Сабзир МК-11 умеет теперь делать точно так же Бить, получается, льдом по асфальту Не знаю, как это даже сказать Бить льдом по асфальту, ну логично Как еще может этот персонаж делать? Ну и мы проходим данный поединок, проходим 12 поединков Ну и, конечно же, прям становимся очень-очень крутыми Ханза Хасаши всех рвет и метает Жаль, что Ханза Хасаши нельзя несколько раз использовать Типа, знаете, когда вы восстанавливаете персонажа, то он становится лучше, круче Возможно, даже отчасти и сильнее Так, ну и теперь давайте перейдем в задание Посмотрим, что у меня тут по отборам О, как вы видите, нокаутируйте 120 мастеров единоборств Выполнено Забираем монетки Забрали мы эти монетки Заодно их за скринью Возможно, на превьюшечке размещу И выглядит это прям очень круто Мы забрали, получается, данное задание Еще и рубинчиков сверху забираем И души И, как вы видите, все это работает Потому что некоторые мне писали, что у них проблемы с режимом выживший И он работает у них очень плохо У меня вроде работает все хорошо В этом есть, конечно же, небольшой плюс Далее по заданиям их становится с каждым разом все меньше и меньше А в боевом пропуске мы снова можем забрать награду И получаем 40 душ и кубики Смена противника имеется в виду Да, это именно я и хотел сказать Ну, 40 душ это тоже круто Поэтому я считаю, что мы прокачались до 16 левела Мы молодцы Дальше я получать буду награду аж до 30 уровня Пока у меня не выпадет еще один Ханза Хасаши А потом сразу же на 31 уровне еще одна карточка Вознесения Не знаю, что они будут делать с этими карточками Может они в какой-то момент просто возьмут и начнут продаваться Непонятно А может просто коллекционироваться у меня Тоже непонятно Но при этом я уже в боевом пропуске нахожусь на этапе 16 И мой итог такой Боевой пропуск это то, что вам отчасти нужно Да, оно нужно Стоит ли это покупать? Если у вас есть хоть какие-то деньги И вы готовы потратиться на боевой пропуск То советую брать боевой пропуск за 10 долларов Не советую брать за 20, потому что это бессмыслица Вы просто-напросто получаете ну сразу же 10 наград Которую вы и сами, я думаю, сможете набить без особых проблем При этом не особо затратив много времени Это не сложно Но при этом вы будете получать кайф от игры все больше и больше И, конечно же, таким образом, я думаю, справитесь на ура А те, кто не хотят, собственно, донатить в игру То невелика потеря Одной только лишь карточкой Возвышение, вроде бы как, пока что по логике Можно прокачать персонажа до пятого слияния А в бесплатном пропуске их целых две выдается Если даже вы не дойдете до сороковой То вы дойдете до двадцатого уровня То ли до пятнадцатого, не помню точно Пятнадцатого, по-моему И на пятнадцатом уровне вы заберете эту карточку вознесения И просто-напросто дождетесь уже того момента Пока соберете пять Ханза Хасаши Усилите Ханза Хасаши до пятого слияния И будет вам счастье Вы будете играть и наслаждаться игрой Поэтому даже можно и не донатить на боевой пропуск Вы в любом случае просто что потеряете Так это награду И вот этот вот золотой значок Который вам дадут за первую неделю боевого пропуска За первый сезон точнее Вот это вот с огранкой Вот это вот классный Вам это надо? Но определенно же нет Поэтому мои итоги такие Он полезный, когда бесплатный Платный, он менее полезный Но если вам надо какая-то доп-награда В виде персонажей Либо тех же самых душ То почему бы не приобрести Но за 10 долларов Премиум плюс берут только те Кому деньги некуда девать Да Ошибка Брать премиум плюс набор Фатальная ошибка Брать два премиум плюс набора На один аккаунт Да Вот такие вот мои итоги Всем большое спасибо ребят За просмотр Если вам понравилось видео Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok